Да и делают, хотя замечательная история про то, как одна моя знакомая получала отолочек техосмотра. Раньше она поддерживала коррупцию таким образом, поскольку невозможно получить, ну это надо в 6 утра занять, потратить свои жизни за 700 рублей. И там же, в точном соответствии с рассказом Зоченко «Слабая тара» за углом, обитал некоторый крокодил, который делал, мигал пальчиком по гоголю, и говорил, что за 2000, сейчас тебе без очереди. И это моя знакомая радостно поддерживала коррупция. Тут недавно позвонил и говорит, слушай, расскажи, сейчас нет коррупции, сейчас они сократили количество мест, где можно пройти, то есть совсем стало невозможно пройти техосмотра. Но совершенно официально тебе предлагается, все доставят домой, привезут домой талончик, если ты уверен, что твое транспортное средство в хорошем состоянии. Тот же самый крокодил, который раньше, смущаясь за углом, брал эти две штуки, сейчас за 2 500 привозят, но это уже не коррупция, а это шаг на встречу населения. Рассказ «Слабая тара», Михаил Зощенко, 1930 год, вся тех минута. Это официальная услуга? Да, то есть просто они легализовали коррупцию. Почему это то, что там не делать за 700 рублей? Быстро, мгновенно, ну как в Германии. О, о Германии, хотите? Суд в Гамбурге изобретил продажу журнала «Титаник», на обложке которого содержалась фотокарикатура на папу римскую «Бенедикт XVI». Что там было нарисовано? Я опишу словами, хотя сам не видел, тоже знаю по Deutsche Welle. Там стерическое расследование обстоятельств, скандал с утечкой конфиденциальной информации из Вертикана описывался. Игорь Негода.